Первый монумент в память о Великой Отечественной войне открыли сегодня в поселке Искателей. Там прошла торжественная церемония открытия памятника танку Т-34. Напомню, военную машину привезли к нам из Польши. Танк Т-34 – это легендарный и самый массовый средний танк советской армии. Он значительно превосходил в проходимости, маневренности и подвижности над танками противника. Машина, привезенная в Наринмар, не принимала участие в боях. Ее привезли как символ победы. Он выпуска 45-го, конца 45-го года. Ну, будем говорить так, что он не воевал. Но это установлено как оружие победы. Почему именно на этом месте? Ну, это развилка дорог. Обычно все такие памятники, посвященные тематике Великой Отечественной войны, постановятся на перекрестках, чтобы их было со всех сторон видно. В данном случае у нас такое место получилось. Сейчас облагородим все это место. У нас план разработан, просто погодные условия сейчас не позволяют. Так же облицуем, облицуем, перестал. Сделаем клубы, посадим деревья, освещение сделаем. Ну, это второй этап работы. Почетное право открыть мемориальную доску на памятнике предоставили участнику Великой Отечественной войны Федору Сыркову. Федору Алексеевичу в июне исполняется 90 лет. Но он посчитал своим долгом прийти на это значимое событие. И это еще одна его победа. Боевой путь его начался в 41-м году, после того, как он был рыбаком сначала. Потом он был призван в армию, и с Нижней Пеши он уходил. С Нижней Пеши до Архангельска они шли пешком. Их было несколько... Всех собирали по дороге с разных деревень еще, и все вместе они следовали в Архангельск. Там он прошел учебку. Его обучили пулеметному телу. Он был пулеметчиком. Это когда все вали-вали, и фаншисты против наших шардатов. И наши же победили. Сегодня в день победы я хочу шардатов пожелать удачи. Чтобы они гордились, и наша страда будет скорость навсегда. Чтобы мы живы, все же дружно убили. Воевали наши русские, вот Германия напала на нашу землю. Мы встречались с жителями округа. И что произошло? И мы воевали. А кто победил, значит? Наши. Также в открытии памятника приняли участие жители поселка, школьники, военнослужащие, представители руководства Нинецкого округа, Наринмара и Заполярного района. Завершилась церемония возложением цветов. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, телеканал «Север».